раскрыл фотографии патагонии не учет вы знаете вот смущает или не смущает а наверно радует ну смотрите вот я сейчас вот этот скриншот вам скачаю сейчас во всяком случае меня все видят и слышат смотрите я скачиваю написано гора агон я потом алексею покажу может отдельно может он слышит смотрите пока уважаемые слушатели и зрители что я нашел гра ангако аргентина посмотрели с вами этот скриншот запомнили ладно давайте быстро перейду к австралии вот так кристина ага вот нашел сняла ролик хороший про гиперборею правда на его назвал назвала по другому но смысл того вот я вам показываю австралию вот я вам показываю аргентину ну кто скажет ну подумаешь там одни зеленые кустарники здесь другие зеленые кустарники но это я еще не искал как мне нужно будет вернее не мне не мне нужно будет так как надо скрупулезно подойти по концовке можно найти и у аргентины и у австралии и у южной назовем его в кавычках америки ну южная америка это уже по моей карте мы должны с вами понимать что южная америка это юг юго-восток асии или азии по-нашему вот там вот поэтому и получается потому поэтому правильно люди задают вопрос если на официальной карте допустим соединенные штаты находятся в одной плоскости и назовем другие там ну к примеру концлагерь россия почему климат такой разный да потому что нарисовали потому что соединенные штаты находятся намного южнее и поэтому у них совсем другой климат как в австралии еще момент сегодня переслушивая 7 января запись андрея купцова какую фразу сегодня говорит в ролике а я услышал на то вы понимаете что в америке очень много территории которые не обрабатываются то есть он в ролике говорит 7 января что есть очень много земли которые не засеваются там ничего не строится а мы-то теперь с вами уважаемый слушатель знаем почему в америке на тех объятных территориях ничего не строится да потому что они нарисованы как можно строить и сеять на вымышленной карте поэтому вы знаете вот с грамотной позиции переслушивать купцова от его миллионы раз могу десятки роликов слушать и понимаю очень тяжело может эмоционально но мне нравится его такой подход я где-то вижу общее с ним вот в характере вот поэтому за канаду он помните сказано в одном ролике за горит север канады не исследован да пожалуйста пожалуйста я много раз из лос-анджелеса филадельфию из лос-анджелеса в атланту в общем то везде были пересадки да когда летела из франкфурта в лос-анджелес так вот там пролетаешь полностью весь континент запада на восток или с востока на запад и постоянно земля вся пропахана я не видела пустых земель честно говоря вот я сама смотрю видно было потому что летит не очень высоко где-то 6-7 километров над америка над землей летит так нам говорят и в общем то видно я вижу что вся земля обрабатывается только где горы и пустыни там не было так все обрабатывается да смотри улови фишку ту территорию которая тебе взглядом попадает она все обрабатывается а та которая на карте у нас нарисована поэтому купцов когда сделал вопрос ничего себе на на этом куске материка сколько километров земли а почему об этих километрах земли никакого сведения не населенного пункта не не кукурузы не маракумбы не арбалета то есть огромная территория и они все тишина да потому что эта территория нарисована у нас она в головах и никогда этой территории не было нет не было не будет потому что смотри говорят континент но вот допустим с лос-анджелеса летишь до филадельфия это с одного побережья на другое побережье пролетает где-то ну четыре с половиной пять часов это не очень-то и много по сравнению с допустим с евразии вот с этим а пролетаешь от одного побережья к другому ну еще учтите лин что самолет это летает по коридорам то есть воздушные коридоры да еще летел по диагонали я например летела с юга до калифорнии я летела на север допустим там филадельфия находится гораздо севернее там уже потом канада и улетаешь сразу вот так сказать через вот эти якобы гренгландию и на англию понимаешь получается что я еще летела по диагонали а все равно в общем то времени не очень-то много было но вот распахана бы америка была распахана вся вот сначала летишь над океаном немножко на полистаешь в океан затем разворачивается летишь через горы как я думаю коридореры затем идут пустыни пустыни идут да много пустыней один раз летела ну вообще очень прям пустыни было много а затем идут распаханные поля вот дом стоит один и поле распаханное большое мне кажется больше чем футбольное поле может быть два три футбольных поля один дом стоит и вот так вся такая вся америка распахана буквально до филадельфии кстати много информации о том что пустующие земли и в россии в россии не обрабатываются земли много земель скорее всего понимаешь просто карты не не совпадают с тем что мы видим правильно говорит тюняк что никто не может нарисовать реальные карты не дают нам их нарисовать и все так слышь не можем подняться выше выше положенного вот почему самолеты летают всего значит где-то на семь восемь километров да но максимум там 11 я как-то летела на русском самолете ту-154 который там был там в общем то высота была 12 с чем-то километров летел он быстро но там же было очень плохо там же себя чувствуешь ужасно там всю дорогу тошнит я помню тогда летела это была компания сибирь старые самолеты так сказать ту-154 но зато они летят из москвы до франкфурта за два часа а такой-то самолет летит три часа почти что а этот что-то час пятьдесят два часа быстро но очень муторно в таком самолете но зато он выше летит понимаешь выше поднимается чем вот эти все самолеты которые мы сейчас летаем и знаешь видите я думаю что это не от того что в общем плохой марки самолет я думаю то 154 очень хороший самолет просто он слишком высоко летел и поэтому наверное человеку становится плохо наверное мы слишком высоко оторваться от земли не можем но не зря же высоты для перевозок пассажирских от восьми тысяч до десяти может связано это с особенностями аппарата вот я помню еще на ан-2 ну вот этот биплан кукурузник грубо говоря ох его колбасила но он на низких то высотах несколько сот метров я летала на ан-24 знаешь из ташкента чем не в чемкент а в чекаловск это где-то в общем-то туркмении в таджикистане в общем не помню где-то так советские времена билет тогда стоил 6 рублей и дочке пол билета 3 рубля представляешь ехать три часа а лететь там по моему было 20 минут такая красота да тоже колбасила в общем то но ничего так не страшно было как будто крылышками машет и летишь низко где-то по моему всего километр или может быть максимум два километра не оказалось но совсем не прошу прощения нашел все таки эту карту которые скалки не карту смотрите уважаемые слушатели зрители пишем поиски аргентина смотрим вот этот пейзаж смотрим поиски австралия смотрим вот такие пив пись пейзажи и пишем америка каньоны что мы видим ну наблюдательный сети скажет слава ты показываешь три разных вида кустарников до кустарники абсолютно разные по своей структуре но они визуально вот земля да и на ней кусочками кусочками кто скажет так это любую можно такой участок земли найти найдите пожалуйста чтобы вот так вот шли горный пейзаж земля кустарники вот так вот до грибы мы до островами вот еще это уже австралия и вот еще гранд каньон тут вопросы тут уже люди обижаются что я не зачитываю вопросы с чата я конечно все прочитала не надо обижаться там же написано 10 тысяч долларов стоит ответ поэтому какие обиды уплочено мясо положено ешьте так оно не положено слава ну короче здесь вот смотри вера зарова пишет слава говорил что купол где-то на расстоянии 50 километров и солнце ходит по кругу алексей говорит расстояние до солнца 6 тысяч километров ну я лично от себя чуть-чуть скажу во первых до конца никто ничего не знает мы все измеряем вы сейчас надеемся что кунгуров алексей нам все измерить правильно и скажет наконец-то какая земля ну но не знаю посмотрим слава теперь да вы поймите всегда что вот эти оговорки то есть я сказал 50 километров до я вот недавно наконец-то начал для себя решил выбрать метраж и километраж вот за этого постоянного метража километража у меня все время идет оговорки я остановился на километрах и теперь в километрах я говорю что высота нашего барьера по внешнему кругу 16 километров также барьер присутствуют и в арктике который окружает дерево джамбо дрипп и дальше высота солнца запоминаем 16 километров высота солнца колеблется от 8 километров до 14 километров высота купола 50-70 километров почему потому что чем ближе к антарктическому поясу тем высота купола ниже вы поймите что купол он же не плоскостью над нами расположен а чем ближе он к центру тем он выше той центре он может достигать где-то 120 километров чтобы джамбо дрипп и как говорится вместилась наша не мистическое далеко дерево эндросили а каждый может пойти отколкнуть кору и перед сном ее пожевать чтобы сладкие сны приснились или сны приснили сладкие вот поэтому еще солнца есть те которые мы с вами не видим и кто-то замечательно вроде пустяк сильно сказал это как это так вот чем выше ведь должно теплее там холоднее это и мне уже когда официальную науку беру в расчет это чтобы ее понять ведь смотрите лампочка солнца находится на определенной высоте если бы лампочка солнца говорила по официальной науке там дену официально науки находится чем ближе земли тем теплее там жарче там бы костюмы все бы плавилось но нет получается когда мы преодолеваем этот рубеж лампочки солнца и начинаем приближаться к куполу то солнце уже которое тепло источник тепла остается глубоко позади за спиной естественно когда мы вверх поднимаемся не будет жарко а будет как говорится обмерзающая пустота как у меня алексей кунгуров задал вопрос я вот хочу этот ролик сделать может сделаю и вообще все хочу у меня ничего последнюю неделю с роликами не получается для меня я не продуктивно работаю несмотря на то что вот сейчас вы увидели там сутки вываливаются там вот сегодня вывалил три ролика это для меня не это для меня слабо это не то нужно больше и больше информации как вот мне понравилось сказал как же что там тоже что января моего года рождения роман потомственный казак если ты меня смог приупредить то это дорогого стоит а я понимаю что он имел ввиду представляете человек с такой закалкой земля маленькая шарообразная там и все такое прочее тут приходит какой-то котлерово говорит все это туфта как говорится вы единого яйца не стоит планета гигант она вся из сот а сколько таких людей письма идут 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 сегодня был вилли он как-то немножко там феврале появился и сказал это раньше горит я смотрел твой канал чтобы поржать он из бекистана родом живет в германии бавариям парень 30 с копейками лет на вот а потом на меня до определенном этапе доходит так ты ж не шутишь оказывается на самом деле так и есть то что ты рассказываешь передаю слово думаю ну я тоже могла бы сказать насчет того что чем выше тем прохладнее во первых я думаю что все таки во первых нас греет земля прежде всего потом солнце нас освещает и конечно дает какое-то тепло но но не не основное это тепло в основном у нас конечно греет наша земля и еще вы смотрите чем выше тем более разряженный воздух вот я когда ходила в горы например идешь выше 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 и вот я выше трех километров трех километров тридцати три триста девять вершина чемгана я выше не поднималась и вот в общем то там конечно без тренировки вообще дышать нечего потому что воздух разряжен а раз разряжены частицы значит я думаю что и нагреваться то нечего даже тоже солнце не может нагреть никакие частицы если их там меньше просто-напросто но я конечно не думаю что он пустой какой-то воздух все равно какие-то частицы есть но наверное те которые греют нас наверное их там меньше просто кислорода опять таки там меньше поэтому наверное дышать нам там гораздо сложнее ну в общем то я думаю что поэтому конечно чем выше тем прохладнее а что дальше за куполом не знаю вот знаете я например тоже видел недавно ролик там один ученый измерял расстояние самодельной ракеты вот вы все наверное тоже видели в ютубе этот ролик когда ракета какую-то какую-то ракету запускают она ввешена камерами и вдруг она ударяется как будто бы об купол такой характерный щелчок есть и она останавливается как будто бы она вонзается в какое-то желе или где-то на там она не разбивается не разбивает купол кому-то в желе в какой-то вонзается и просто так останавливается и вот высчитал там какой-то ученый высчитал уже посчитал скорость ракеты того сего и сказал что купол наш находится на расстоянии 115 примерно 115 километров вот я не знаю это действительно купол то он действительно не везде же у нас одинаковые не везде одинаковая высота так что вот вот в той там где вот эта ракета допустим взлетела они говорят что там 115 километров ну как вам верить или нет я не знаю сам самим посчитать это нам нужно тоже знает скорость с какой летит ракета и сколько минут она летит наверное тогда мы сможем это умножить но самое главное нужно найти ракету вот чтобы узнать точно расстояние до купола ну можем примерно предполагать просто но как найдем ракету так запустим и посчитаем титаник не тонул он благополучно достиг соседних земель и пассажиры все остались живы бермудский треугольник 50 процентов кавычках погибших самолетов и кораблей достигли соседних земель олаф янсен из произведения дымчатый бог рыбак со своим сыном видел именно эти земли легендарные герои из произведения санник также достигли этих берегов нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах адмирал берн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов папа кратерильей потерпел фиаско у этих берегов а Продолжение следует...